Выходя из дома, Сергей Фомичев всегда надевает медицинскую маску. Говорит, от сознательности каждого человека зависит, насколько быстро закончится режим самоизоляции. Расслабляться не стоит. Надо все-таки во что-то верить. Дело в том, что предсказания всякие, все научные исследования тоже подтверждают, что все-таки будет и вторая волна, и третья волна. Поэтому здесь расслабление неуместно. По постановлению губернатора Дмитрия Азарова, все жители в общественных местах обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты, в том числе и в общественном транспорте. Иначе им грозит административная ответственность и штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Представители Департамента транспорта совместно с Добровольной народной дружиной проверили, соблюдают ли пассажиры масочный режим. Как выяснилось, большинство граждан дисциплинированы. Большей частью пассажиры соблюдают при напоминании о том, что надо надеть маску. В основном все маску надевают. Те, кто категорически отказывается, то есть вплоть до того, что автобус или трамвай или троллейбус останавливается, пассажиров высаживают, потому что кондуктор таких пассажиров не обелечивает. Но повторяю, такие случаи крайне редкие. Добровольцы народной дружины проводят с самарцами разъяснительные беседы. Рассказывают, как маска может защитить от коронавируса. На данный момент у нас на постоянной основе как и на транспорте, так и в скверах, парках, аллеях происходят профессиональные беседы, то есть профилактические, с целью как раз-таки напоминания гражданам о социальной дистанции. Если это какие-то закрытые помещения, то это получается у нас масочный режим. То есть вот эти памятки как раз помогают нам в объяснении всех этих мер. Кондукторы и водители в общественном транспорте также находятся в средствах индивидуальной защиты и напоминают самарцам о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. За дисциплиной персонала на линиях также организован контроль. Своим примером мы хотим показать всем пассажирам, что необходимо соблюдать масочный режим. Водители и кондукторы показывают это, надевая маску в рейсе. Весь подвижной состав обрабатывается специальным составом, одобренным Роспотребнадзором. Работа с населением проводится. Всем им говорится о необходимости использования средств индивидуальной защиты при поездке в общественном транспорте. Вот, пользуясь случаем, хочется обратиться к пассажирам, берегите себя и своих близких, не подвергайте опасности себя и окружающих. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты при поездке в общественном транспорте. Все транспортные средства проходят дезинфекцию. Сотрудники предприятий тщательно протирают сиденья, валидаторы, поручни и двери. Неравнодушные самарцы могут оказать содействие в соблюдении требований Роспотребнадзора. Если вы стали очевидцем нарушения режима повышенной готовности, а именно масочного режима и социального дистанцирования, сообщите по телефону горячей линии, указанном на экране. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.